Привет, мы с вами находимся в Даниловском районе на юге Москвы. И здесь от первого Щепковского переулка до бывшего электромеханического завода имени Владимира Ильича, который называется ЗВИ, сокращенно завод Владимира Ильича, проходит небольшой партийный переулок. С двусторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, длина его составляет около 200 метров. Ну, фактически он является дупиком, проходит вдоль скверов и по границе территории бывшего завода имени Владимира Ильича. До 1922 года назывался Третье Щепковский переулок, но переименом он был располагавшись тут под москворецкому райкому коммунистической партии. То есть партийный, это имеется в виду, конечно, не Единая Россия, а имеется в виду, конечно, партия, которая была, ну, как бы, предшественницей Единой России, сейчас правящей партией Единой России, да, а вот в советское время была коммунистическая партия, КПСС Советского Союза, да. Ну, правда, в 1922 году еще, так сказать, КПСС не было, там был бы КПБ, ну, неважно, Российская коммунистическая партия большевиков. Ну, вот, ну, неважно, все равно партийный, в смысле, вот, та партия, которая тогда была у власти. Она была только одна уже, с пришествием большевиков в власти в 1918 году. Ну, вот, по этой партии назвали, вот, райком был этой партии, москворецким, потому что был москворецкий район, здесь находился. Ну, вот, поэтому так и назвали. Ну, и, собственно говоря, все, что здесь есть, это вот этот вот, собственно говоря, завод Владимира Ильича, все, что числится, бывший завод, а теперь это бизнес-центр, небольшие торгово-производственные фирмы на территории, и в помещение бывшего вот этого электромеханического завода имени Владимира Ильича, электрозавые или просто ЗВИ, который выпускал всякие электродвигатели. Ну, а потом также электроплиты, ну, и другой всякой электрической оборудованием. Ну, тут вот Ленин выступал с речью, там, всякая, в 1918 году несколько раз на этом заводе, призывая восстановить производство и отстоять пролетарское государство, ну, понятно. Вот, вроде как музей раньше был, вот, тоже в этом вот, на этой территории завода. Сейчас не знаю, насколько он там работает, что-то я сомневаюсь, что он там работал, но раньше был. Вот, завод производил паровые машины, литье всякое, потом снаряды, вот, первый изготовленных ракетных снарядов Катюша, ну, а с 1947 года уже после войны производил электротехнические изделия, электродвигатели. Но настоящая, уже последовав в последние времена, там, уже постсоветские даже, ну, в принципе, до ненавнего времени, еще, может, там, лет, может, пять назад, даже чуть побольше, производила бытовоэлектрические плиты, ну, электроплиты тут у многих, электро, это вот как раз на вот этом заводе, ну, и всякие электродвигатели. В городском сквере перед заводом управления установлен памятный камень на месте покушения в 2018 году на Ленина, ну, по-моему, Фанни Каплан как покушал. Вот, такие дела. Ну, так что никаких объектов, кроме бывшего завода имени Владимира Ильича, по перелугу не числится, но зато есть такая небольшая зона отдыха, сквер с пешеходными дорожками, скамейками, деревьями, кустарниками, газонами, фонарями, памятником Ленина и памятным знаком на месте, где серка Фанни Каплана вот стрелял как раз в Ленин. Ну, тогда это просто было вообще большое событие. Многие об этом говорили в советское время и в изучателе. Кто знает, Фанни Каплана, и Ленин, все понятно. Вот, так что так вот. Ну, в принципе, ничего интересного, конечно, здесь нет. На территорию заводом так просто не пустят, все охраняется, естественно, по какому-то делу. Куда-то надо пройти, в какую-то фирму. Ну, по скверику можно, конечно, погулять. Ну, в принципе, всегда, если приходить, то если как бы просто, вот, гуляя по соседним улицам, там Мытное рядом находят, да, Щепковские переулки, Дубиневская, ну, вот сюда можно тоже заглянуть. Доехать лучше от метропа Велецком на Табай-Ха, 3.30 дней до остановки, зовут имя Владимира Ильича, и пешком уже дальше пройти до этого переулка. Вообще, страстки по нему не проезжают. Ну, он довольно такой узкий. Ну, и при том, ты маленький сет. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.